Ревматология. Что посоветуют специалисты? Гормональная терапия стоит ли применять? Мужчины, не пора ли измерять свою талию? Уважаемый Александр Леонидович, моя бабушка страдает от сильных болей, остеоартроз. Как можно унять боль? Остеоартроз. Заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей. Если это действительно остеоартроз, то противовоспалительные таблетки помогут. Они обладают большим спектром побочных явлений. Поражение желудочно-кишечного тракта, воздействие на сердечно-сосудистую систему, аллергические явления. Если это остеоартроз, а не артрит, обычно применяют, может быть, менее эффективные, зато значительно более безвредные лекарства на основе парацетамола. Вот парацетамол в дозе 500 миллиграмм 3-4 раза в день – это обычно стандарт лечения вот таких болезней. Ревматоидный артрит – системное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов. Впервые может проявиться после тяжёлой физической нагрузки, эмоционального шока, утомления, в период гормональной перестройки, воздействия неблагоприятных факторов или инфекции. Если у больного впервые в жизни развивается артрит, ему нужно обязательно обратиться к врачу, потому что за этим артритом могут стоять достаточно серьёзные процессы, которые не требуют промедления, в том числе инфекционный артрит. Если мы видим остро развившееся воспаление, оно нуждается как можно в более быстром расследовании, понять, от чего оно развелось, и как можно быстрее совершение таких шагов, связанных с лечением. Методы выявления ревматоидного артрита, ультразвуковая диагностика суставов, рентгенологические исследования, компьютерная томография, мифы о лечении артрита. От этого заболевания можно вылечиться с помощью биологически активных добавок или препаратов для животных. Как у меня была одна ветеринара, она говорила, что я лечу скакательный сустав. Скакательный сустав. Пружинистый орган движения задней конечности ложеги. Но ожидать реального улучшения от использования этих препаратов не нужно. А вы не пробовали жир, гремучий змей? Голодными изводил. Но, между нами говоря, больше всего помог конский каштан, который отыскал в левом кармане. Методы лечения ревматоидного артрита. Метод первый. Генные инженерные препараты. Если эти препараты используются в начале заболевания, как можно раньше, так и ранней ревматоидной артриты, до 6 месяцев, то можно вообще болезнь остановить. Метод второй. Лечебная физкультура. Метод третий. Здоровый образ жизни. Лечить суставы всегда сложно. Это, наверное, та самая область ревматологии, где мы можем ощутимо видеть достижения медицинской науки. Физические упражнения могут заменить множество лекарств. Но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Анджела Мосса. Добрый день. Врач-гинеколог предлагает мне пропить курс женских гормонов. Но я как-то сомневаюсь, стоит ли это делать. Слышала, таких препаратов много побочных эффектов вплоть до онкологии. Гормональная терапия приобретает всё большую значимость для здоровья женщины в самых разных возрастных периодах и при различных клинических ситуациях. Сомневаетесь правильно. Раньше давали всем. Да, побочные явления есть. Потом прошло огромное исследование на сотни тысяч пациентов в Америке. Оказалось, что те, кто принимают, чаще инфаркты, чаще частота рака груди. Сегодня положение такое. Я расскажу вам точку зрения официальной американской и вообще западной медицины. И сегодня она говорит следующее. Если вы начинаете принимать гормональные заместительные препараты не позже, чем через 5 лет после наступления менопаузы, то это вполне допустимо, если у вас есть приливы лица, плохое самочувствие, плохой сон, то есть симптомы сниженной функции яичников. Но для предотвращения болезней, таких как сердечные болезни, остеопороз и другие, их принимать не надо. То есть если есть симптомы климакса, принимать можно, если вы начали их принимать не позже, чем через 5 лет после наступления, и не дольше 10 лет подряд. Мифы о гормональных препаратах. Миф первый. Гормональные таблетки вредят здоровью. Фармацевтическая наука в этой отрасли направлена на то, чтобы максимально снизить содержание гормонов, при этом оставить и контрацептивный эффект в первую очередь, плюс к тому, что большинство таблеток обладают еще какими-то параллельными лечебными или корректирующими эффектами. Миф второй. Гормональные контрацептивы приводят к бесплодию. Есть женщины, которые просто теряют трудоспособность, и сознание, и жуткие боли, и не помогают никакие обезболивающие препараты. На фоне приема оральных контрацептивов совсем по-другому протекает менструальный цикл, поэтому даже это может являться основанием назначения препаратов. Ограничения есть, безусловно. Есть достаточно строгие ограничения. Во-первых, это нарушение свертывающей системы крови. Если в анамнезе у женщины был тромбоз, то это, в общем-то, абсолютное противопоказание для назначения регулярных оральных контрацептивов. Подобрать и назначить гормональные контрацептивы может только врач-гинеколог. Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них. Томас Морр. Скажите, пожалуйста, если у мужа раньше не было абсолютно никаких признаков увеличенного живота, а сейчас ему 43 года, и появился живот, говорит ли это о каком-либо заболевании? Пиво он практически не употребляет и не употреблял. Его иногда мощи от изжога спасает только минералка. Возможно, каким-то образом избавиться от живота или его уменьшить. Появление живота может быть опасно для здоровья, что не раз было доказано учеными. Но мы не молодеем. 43 года. Живот – это, наверное, не заболевание, которое уже есть, а это фактор риска для метаболический синдром. Это увеличение живота. У мужчин объем талии больше, чем 102 сантиметра. Это склонность к повышенному сахару, повышенное давление, повышенный холестерин. Если это есть, это говорит о том, что человек находится в очень серьезном сочетании факторов риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Инфаркт – инсульт. Поэтому сейчас надо… Да, ну и, кстати, изжога, минералка, делать гастроскопию, посмотреть, потому что там наверняка повышенная кислотность, наверняка там эрозивный гастрит, те самые бактерии H. пилори, которые надо лечить, этим надо заниматься, тоже нельзя закрывать глаза. А так диета, спорт, анализ крови на сахарах, холестерин мерят давление, приводить все показатели в норму и уменьшать талию, потому что это критическая величина. Айорк сказал, у мужчин 102 сантиметра и выше – это независимый фактор риска для развития инфарктов и инсультов. Так что вот так. Температура тела. Комплексный показатель теплового состояния организма животных, включая человека. Доктор, добрый день. У меня постоянная температура тела 35,5-36 градусов. Нормально ли это? 55 лет, а 7 лет назад был обнаружен гепатит С и другие хронические заболевания. Нет, с уважением, Евгений. Температура нормальная, живите спокойно. Человек любит поговорить о своих болезнях. А между тем, это самое неинтересное в его жизни. Антон Павлович Чехов. Гидроколонотерапия. Стоит ли решаться на процедуру? Мигрень. Как бороться с приступами? Как убрать отеки под глазами? Вы цените свое здоровье и здоровье ваших близких? Внимание! Телеканал РАЗ-ТВ объявляет о запуске информационного медицинского проекта «Скажите, доктор». Вы задаете волнующий вас вопрос по теме здоровья. И в самое ближайшее время в эфире нашего телеканала получаете подробный ответ от ведущих столичных докторов. Задавайте вопросы прямо сейчас. Проект «Скажите, доктор». Ваш компас в мире официальной медицины. Здравствуйте, уважаемый доктор. Подскажите, как вы относитесь к такому методу оздоровления организма, как гидроколонотерапия? Мне говорят, что он очень хорошо помогает похудеть и очистить организм. Мне советуют сразу пройти курс из 8-10 процедур. Ольга, 39 лет, Самара. Ольга, все Ольги России, пожалуйста, не надо себе ничего промывать. Не надо струей воды в одно место вымывать всё, что можно и нельзя. Это откровенно вредно. Это неправильно. И делать этого не надо. Говорю, говорил и буду говорить. Гидроколонотерапия – очищение кишечника. Это та же самая клизма. Механическое очищение толстой кишки. Как дают рекламу о том, что очищает организм от шлаков, улучшает цвет лица, похудение и так далее и тому подобное, лечение дисбактериоза. Это не совсем так. Показаний для гидроколонотерапии очень мало. Это возможно сделать её при предоперационной подготовке. В организме человека шлаки не накапливаются и не задерживаются. Наш организм так создан, что он не оставляет у себя ничего. Если что-то остаёт, скажем, какие-то запоры, то надо ему немного помочь. Какие-то поначалу травы, какая-то диета. В пожилом возрасте уже какие-то лёгкие, слабительные. Редко приходится слышать, что кто-то съел слишком мало. Томас Джефферсон. Здравствуйте. Прошу не оставить без внимания моё письмо. 29 лет, мигрень спутнится по жизни, как себя помню. Голова трещит по швам, приступ не отпускает по 5 часов, не имеет руки-ноги, ну и так далее. Эти приступы меня очень изматывают. Лежала в клинике, пробовала разные таблетки, пила на стойку каштана, всё бесполезно. Мигрень – неврологическое заболевание с эпизодическими или регулярными приступами головной боли. Раздражение мозговых оболочек, раздражение, которое иннервируется тройничным нервом. Выделяются биологически активные вещества, которые вызывают в первую очередь спазм сосудов, затем расширение сосудов, отёк, и уже потом, в конечной стадии, всё возвращается в исходное положение. Методы диагностики. Энцефалограмма. Исследование глазного дна. Магнитно-резонансная томография. Я думаю, что в вашем случае надо не только купировать острую фазу мигрени, но и принимать профилактическое лечение. А здесь препаратов очень много. От ботокса, да-да, вот тех самых уколов красоты. Ботокс – токсин белковой природы, который знаком многим под именем токсина ботулизма. Иногда я их с успехом применяю для профилактики мигрени до таких лекарств, как бета-блокаторы и многие другие препараты. Невропатологи очень хорошо в этом ориентированы. Да, придётся принимать таблетки каждый день. Да, они не на 100% предотвращают, но действительно принципы станут, что станет точно, так их станет значительно реже. «Голова чаще всего болит тогда, когда ей есть о чём болеть» – неизвестный автор. Здрасте, у меня появились отёки под глазами. Общий анализ крови, УЗИ почек, ЭКГ в норме, осахондроз, болгоморит, ну и так далее. Пожалуйста, скажите, связаны ли эти отёки с тем, что у меня есть, и к какому врачу обратиться Ольга 40 лет? Отёки под глазами – одна из распространённых проблем, которые обеспокоены женщины почти всех возрастов. Ольга, ну, во-первых, что я хочу сказать. Отёки под глазами – это не та ситуация, чтобы пить мочегонные. Почему я говорю УЗИ почек, вы думаете, от почек, отёки – это не те отёки. Это напряжённые мышцы вокруг глаз настолько напряжены, что создают препятствие оттока лимфы из-под вот этих мешков под глазами. И поэтому надо не мочегонные пить, которые только ухудшат ситуацию, не почки проверять, а, наверное, обратиться к косметологу. Есть определённые формы массажа, которые помогают в этом случае. Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть красивой с 8 утра до полуночи. Бриджит Бардон. Добрый день. Поскажите, пожалуйста, в районной поликлинике терапевты ставят диагноз хронический аппендицит. Хирурги ничего не находят, анализ крови хороший. Советуют пропить препараты для успокоения процесса в толстом кишечнике, но пока ничего не помогает. Стоит ли делать операцию, не дожидаясь обострения? Хронический аппендицит. Хроническое рецидивирующее воспаление аппендикса. Отростка прямой кишки. Не морочите себе голову, никакой операции вам не нужно. Как говорят водители, хороший шум себя проявит. Если у вас аппендицит, это будет аппендицит. То, что у вас происходит, скорее всего, спастический колит, у вас нормальные анализы крови, ну, обычно помогают, если это мешает жить, жить небольшие дозы антидепрессантов, как ни странно. Ну, и вы знаете, в районной поликлинике подход врачей вот этих не вызывает доверия. Я бы к этим врачам больше не ходил. Субтитры подогнал «Симон»